добрый вечер дорогие гости моего прямого эфира приветствую своих постоянных подписчиков приветствую своих новых подписчиков которые пришли на прямой эфир по приглашению марафона здоровье без лекарств всех очень рада видеть добрый вечер добрый вечер очень рада видеть всех кто присоединяется к моему сегодняшнему прямому эфиру темой которого будет вопрос в чем же секрет по-настоящему здорового питания приветствую дорогие друзья располагайтесь поудобнее у нас с вами в запасе целый час поговорим о здоровом питании раскроем секреты здорового питания и конечно же я отвечу на ваши вопросы и так ждем пока у нас подсоединяются новые гости добро пожаловать добро пожаловать на мою страничку добро пожаловать на мой прямой эфир очень рада всех видеть всех приветствую здравствуйте 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 для тех кто уже подсоединился на мой прямой эфир представлюсь меня зовут бая это имя калмыцкой и переводится она как радость радующая радующаяся поэтому я буду очень надеяться что сегодня я вас порадую хорошими новостями относительно секретов здорового питания и так меня ага вот вижу уже мои постоянные подписчики присоединяются очень рада всех вас видеть для для тех кто меня видит впервые мне 57 лет я консультант по вопросам питания и через несколько месяцев я надеюсь что я стану доктором натуропатии так как на сегодняшний момент я являюсь студенткой института инновационной натуропатии и через несколько месяцев закончится мое обучение сейчас я попрошу тех кто уже присоединился поставить пожалуйста в чате какой-нибудь плюс например что меня хорошо слышно привет вера привет ирина очень рада видеть знакомые лица очень и очень рада вам поставьте пожалуйста плюсик если меня хорошо слышно и видно и мы уже начнем нашу тему отлично вижу палец вверх значит меня хорошо видно и слышно замечательно ага спасибо вижу плюсики все тогда мы начинаем наш эфир на тему в чем же секрет по-настоящему здорового питания ну я еще раз представлюсь для тех кто впервые на моем аккаунте не зовут бая мне 57 лет я консультант по вопросам питания более подробно обо мне можно посмотреть мое видео видео презентацию видео знакомства которое недавно было выложено в одном из постов и поэтому много себе говорить я не буду лучше мы поговорим о питании и если у вас в процессе нашего разговора будут возникать какие то вопросы наверняка они будут потому что тема питания волнует всех пожалуйста можете писать их в чат и я зарезервирую время на нашем эфире для того чтобы ответить на ваши вопросы на сегодняшний день ситуация такова что о здоровом питании не говорит только ленивый о нем говорят все но что самое странное у нас мнение о здоровом питании почему-то слишком разница у нас есть несколько течений в питании или будем говорить так направлений да в питании и каждый из представителей того или иного направления очень рьяно отстаивает именно свой тип питания как на как самый здоровый приведу пример вы все знаете что у нас есть разделение на два больших клана это люди питающиеся традиционно и люди вегетарианцы то есть те которые не едят мясо не едят большую часть животной пищи и между этими двумя кланами испокон веков идет ну грызня да есть такое слово и я не раз замечала что когда я высказывала какую-то точку зрения в отношении мясоедения или не мясоедения на своем канале в ю тубе всегда образовывались схватки между мясоедами и вегетарианцами и скажу я вам что эти схватки очень часто были не самого культурного порядка то есть люди доходят вплоть до оскорблений друг друга лишь бы отстоять свою точку зрения то есть каждый клан считает что его питание наиболее здоровое те кто едят мясо они считают что поедание мясо это очень здоровый образ питания и без мяса мы просто все погибнем и умрем вегетарианцы приводят свои доводы и говорят что поедание мясо это как раз нездоровый образ питания и у них есть свои доказательства этого возьмем другое течение например сыроеды вы тоже об этом прекрасно знаете сыроеды будут очень рьяно отстаивать свою точку зрения о том что питание сырой растительной пищи является самым здоровым потому что оно ни в коей мере не загрязняет наш организм питаясь сырой растительной пищей мы все время очищаем наш организм а как известно чем активнее идет процесс очищения в теле тем тело становится здоровее это точка зрения 100% сыроедов и они будут отстаивать ее всеми всеми способами и методами но при этом мы знаем массы массу примеров горе сыроедов которые получили те или иные проблемы со здоровьем если они переходили на сыроедение не очень грамотно или вообще не грамотно таким образом у сыроедения тоже есть как бы две стороны медали и говорить о том что это на 100% здоровое питание к сожалению не приходится потому что есть печальные случаи ну и так далее и так далее то есть есть веганы есть структурианцы есть люди приверженцы кето палео диеты и так далее и так далее и каждый из них считает что его питание самое здоровое так получилось что я начала изучать свое собственное питание 4 года назад и все эти 4 года я его совершенствую я вам хочу показать фотографию но это скорее всего для тех кто новенький на моем аккаунте мои старенькие уже знают как я выглядела 4 года назад посмотрите вот на это фото здесь женщина явно другой весовой категории явно другой комплекции но я могу подсказать что здесь у меня вес 78 килограмм при росте 170 сейчас мой вес 55 килограмм рост конечно же остался прежним то есть больше 20 килограмм было сожжено за эти 4 года ну точнее это они ушли где-то примерно там в первый год и все это произошло в основном благодаря изменению питания конечно к этому еще было приложено мое усилие с точки зрения очищения организма то есть я практиковала очистительную методику марва огоня но все таки основной причиной своего теперешнего здорового состояния я считаю все таки изменение питания в сторону здорового и на сегодняшний день это устоявшееся здоровое питание сразу отвечаю на вопрос я вижу спрашивать вам комфортно с 55 килограммами да в том то все и дело что мне комфортно в этом весе этот вес был у меня всегда по жизни то есть с самых юных лет и до тех пор пока я не начала его активно набирать период климакса мне комфортно с 55 килограммами и то есть моя жизнь очень круто изменилась с того момента когда я стала совершенствовать свое питание и она меняется и меняется и меняется все это время я нахожусь в прогрессии я не могу сказать что я в один прекрасный день взяла и перешла из нездорового питания в здоровое нет этого не было я оттачивала свое питание в течение ну четырех лет получается мое питание до того как я начала им заниматься было очень нездоровое и я могу признаться в этом совершенно честно потому что я одна из вас в моем питании было все абсолютно вот все что на сегодняшний день есть на полках магазинов включая чипсы колу конфеты торты майонезы и так далее и так далее колбасы все это было в моем питании абсолютно все категории продуктов и самая самая моя такая критическая ошибка была в том что я никогда не задавалась вопросом насколько насколько опасны те или иные продукты для моего здоровья поэтому не ограничивала никогда себя в каких-либо продуктах то есть вот хотелось мне съесть допустим полкило конфет я могла их съесть и не возникало у меня вопроса о том насколько это здоровые тенденции таким образом я получила массу проблем со здоровьем с внешним видом и все это произошло именно вернее как достигло апогея именно к критическому возрасту когда наступил климакс именно это и заставило меня пересмотреть свое отношение к питанию и все таки давайте ближе к делу да потому что тема у нас в чем секрет по настоящему здорового питания я хочу сформулировать определение здорового питания на мой взгляд здоровое питание это такое питание которое помогает конкретному человеку в конкретной ситуации чувствовать себя здоровым или видеть прогресс по здоровью вот такое мое определение я хочу привести несколько примеров опять же из своей жизни ну почему из своей потому что это наиболее такие убедительные для меня примеры потому что я их испытала на собственной школе у меня был период когда из своего такого хаотичного питания я убрала сладкое и мучное все остальное у меня осталось то есть это был такой же хаос но я убрала сладкое и мучное было ли это питание здоровым когда я убрала сладкое и мучное на тот мой взгляд на ту ситуацию оно было здоровым потому что благодаря отказу от сладкого и мучного у меня очень хорошо уходил вес и у меня перестали перестали возникать гнойные прыщи на лице это произошло именно благодаря отказу от мучного и сладкого но тем не менее масса других вредных продуктов в моем питании присутствовала и тем не менее на тот период я считала свое питание здоровым потому что я получила некоторый прогресс по здоровью в частности вот с этими прыщами да и с весом приведу другой пример был у меня период когда я убрала из своего питания все колбасные изделия то есть наряду с тем что уже уже исчезли из питания мучное и сладкое исчезли еще и колбасные изделия и благодаря этому я получила еще один очень жирный плюс по состоянию своего здоровья у меня перестал плохо пахнуть пот вот именно вот это было замечено очень четко то есть убрав колбасу из рациона я заметила что перестала плохо пахнуть от пота это меня еще более замотивировало и я стала продолжать свои эксперименты с питанием считала ли я тогда на тот момент свое питание здоровым когда я убрала сладкое мучное и колбасу да я считала его здоровым хотя в нем присутствовало еще и очень много нездоровых продуктов в частности было очень много молочных продуктов молока сыра творога и так далее вы догадываетесь да наступил момент когда я убрала из питания молочную продукцию оставила только сметану и сливочное масло я получила очень большой бонус по здоровью у меня резко улучшилось состояние с моим хроническим насморком то есть если раньше это было постоянное выделение износа и постоянное отхаркивание отхаркивание извините да за такие подробности по утрам то с тех пор как я убрала молочную продукцию у меня очень большие подвижки произошли именно с моим хроническим лорозаболеванием считала ли я здоровым тогда свое питание да я считала его здоровым но вот вы наверное уже отследили эту тенденцию да то есть я каждый раз считала свое питание здоровым но оно каждый раз было разное то есть получается что единой схемы здорового питания все таки нет все таки вот это моя мое определение здорового питания я считаю оно верное оно для конкретного человека в конкретной ситуации ну и таким образом мой прогресс по питанию шел все дальше и дальше из года из года в год и наступил такой период когда в моем питании уменьшилось количество животного белка увеличилось количество сырой растительной клетчатки и я перешла на 70 процентов сыроедения я считала тогда что я добилась идеального питания потому что я получила огромный бонус по общему состоянию у меня просто зашкаливала энергия у меня вес стабильно стоял на своем месте на 55 килограммах я себя прекрасно чувствовала мне стало требоваться меньше времени для сна я стала больше успевать то есть я считала что я добилась идеального питания и что все уже больше я никуда не сдвинусь но прошел еще год и у меня снова произошел прогресс питания и у меня образовалось уже 80 процентов сыроедения и остальное это термически приготовленная растительная пища при этом я оставила своем питании жиры и немного животного белка и в принципе этой пищи мне хватало и хватает на сегодняшний день для того чтобы чувствовать себя здоровой иметь море энергии и в общем-то чувствовать себя полностью удовлетворенной я там заметила какие-то вопросы про кальций связанные якобы с молочкой но на самом деле на сегодняшний день уже это доказано что кальций из животных молочных продуктов усваивается с большим трудом но при том что он кое-как там на какой-то небольшой процент усваивается мы имеем тонну побочки то есть за этот децл кальция за которым там готовы просто да поедать эту молочку ведрами мы имеем тонны побочки в виде лор заболеваний в виде молочницы в виде прыщей и так далее и так далее то есть просто если на чашу листов вставить вот эти достижения и проблемы то лучше такой кальций не нужен там правильно написал тут что лучше пить кунжутное молоко и пользоваться растительным кальцием то есть кальций который содержится в растительной пище вот он как раз усваивается куда более эффективно нежели кальций из животной пищи я очень рада что вы там уже начали общаться между собой прямо чувствуется что люди в теме я очень рада и так вы поняли что здоровое питание это питание в прогрессии то есть это питание которое все время меня видоизменяется трансформируется приводит все более и более здоровому состоянию человека который собственно и занимается совершенствованием этого питания если бы здоровое питание представляло собой какую-то единую систему единую схему да такую застывшую мертвую да которую можно было бы вот дать людям и сказать люди питайтесь вот по этой схеме по этой системе и вы будете здоровы и счастливы но к сожалению или к счастью я не знаю но такой схемы нет нет такой схемы и это опять же доказывает разделение всех людей на течение по питанию есть люди которые прекрасно себя чувствуют на кето они теряют вес они оздоравливаются они счастливы что им удалось с помощью такой диеты держать удерживать вес нормальный и хорошо себя чувствовать и это их удел и значит их организм созрел именно для такого типа питания и это им подходит и значит это им хорошо но есть люди которые категорически не могут питаться таким образом им просто не идет такое количество жиров они питаются другим образом и им тоже на их питании хорошо так что вот это пословица или поговорка да что что одному хорошо то другому смерть она абсолютно работает и в аспекте питания я в этом убеждаюсь на примере своих клиентов когда ко мне приходит на консультацию по питанию какой-то человек ну как правило это женщины потому что женщины особенно сильно озабочены своим питанием своим здоровьем своим внешним видом своей фигурой когда ко мне приходит на консультацию очередная женщина она ждет от меня какого-то чуда и волшебства что я дам какую-то волшебную схему которую применяю к себе да схема питания она ее возьмет начнет по ней действовать и получит моментально хорошие результаты и скинет лишние килограммы будет здорово и все будет очень здорово очень быстренько но на самом деле мне приходится начинать свой разговор с клиентом с клиенткой с таких слов что волшебной схемы у меня нет универсальной схемы нет вам придется поработать над своим питанием с моей помощью но вам нужно будет именно работать потому что когда я составляю программу по коррекции питания для человека я обязательно учитываю его возраст заболевания его предысторию то есть историю как он питался с детства чем он болел каков его социальный статус каков его темперамент где он живет в какой местности какие у него пищевые привычки традиции привязанности зависимости то есть массу нюансов я учитываю и только после того как я очень подробно побеседую с человеком я могу составить для него схему его личную индивидуальную схему его перехода на здоровое питание но прошу заметить что невозможно как я уже сказала из одного состояния по питанию такого нездорового хаотичного перейти одномоментно в здоровое за за день или даже за неделю даже и за месяц практически это невозможно и невозможно это именно потому что нас очень цепко держит состояние микрофлора кишечника то есть человек который находился десятилетия на на нездоровом питании на питании в хаосе на питании с большим количеством токсичных продуктов на питании предположим с большим количеством мучного сладкого и животного белка его организм привык вот к такой системе и если резко все это обрубить и резко посадить его там на какие-то минимальные порции основанные на растительной еде то очень скоро такой человек сломается он он сорвется он уйдет в зажор как говорят и я его больше не увижу поэтому я настаиваю всегда на том чтобы изменение питания или коррекция питания происходила постепенно не резко надо постепенно изменять количество тех или иных продуктов привычных в питании потому что организм привык питаться ими он привык получать питательные вещества из этих продуктов и если их резко отнимаем то может просто ну быть банально дефицит по каким-то макро или микроэлементам витаминам и человек может просто плохо себя чувствовать и вместо того чтобы перейти на здоровое питание и стать здоровым он может стать просто больным или у него ухудшится его состояние и тогда будет грош цена переходу на такое здоровое питание поэтому еще раз постепенность постепенность и постепенность вот от чего можно отказаться резко то это наверное две вещи это сахар и мука вот можно и нужно от этих вещей отказываться резко от сладкого и мучного потому что по большому счету вот в этих двух видах продуктов нет ничего такого без чего тело не могло бы обойтись то есть мы можем жить без этих двух продуктов кто-то может быть не может жить без мяса потому что привыкли получать да витамины аминокислоты жиры кто-то не может жить ну предположим там без чего ну без круп например привык есть кашу да отними у него кашу он будет страдать ну и возможно да потому что крупы это тоже витамины тоже микроэлементы и возможно будет чего-то не хватать но вот если отнять у человека сахар и сахаросодержащие продукты ну это прежде всего кондитерские изделия да там где содержится много и мучное то вот никаких ущерб ущербностей здоровье человека точно не потерпит ущербности будут только в плане как сказать психологически потому что это как раз две вещи которые вызывают усиленную зависимость и если у человека отнимают то от чего он зависел то он будет страдать психологически и морально вот это будет да но для здоровья он ничего не потеряет поэтому когда мы меняем питание я обычно советую резко отказываться от этих двух вещей все остальные вещи мы убираем постепенно ну и таким образом я плавно перешла к к семи к семи пунктам алгоритма перехода на здоровое питание но это в общих чертах потому что как вы понимаете можно назвать какие-то пункты можно назвать общие принципы перехода на здоровое питание но тем не менее все равно у каждого человека это будет свой индивидуальный подход и свой индивидуальный переход итак первое я уже назвала это отказ от сахара и мучного это всегда ставлю это на первое место второй пункт это уменьшение количества животного белка потому что современные люди явно переедают животного белка современные люди как правило не говорю что все но в основной массе они помешаны на том что нам нужен белок нам нужен строительный материал и почему-то строительный материал принято брать именно из животного белка хотя на самом деле какой продукт вы не возьмете в нем всегда есть белки жиры и углеводы ну почти во всех продуктах какая-то доля белков какая-то доля жиров углеводов и совершенно не обязательно что получать строительный материал нужно именно из животных белков можно кушать растительную пищу и совершенно спокойно получать растительные белки из растительной пищи таким образом люди напуганы тем что у них не будет строительного материала они поедают мясные продукты в очень большом количестве тем самым они просто перегружают свою пищеварительную систему и обеспечивают себе процесс гниения в кишечнике поэтому уменьшение количества животного белка это второй пункт для перехода на более здоровое питание третий пункт это увеличение доли сырой растительной пищи с грубой клетчаткой когда я начинала работать в качестве диетолога я всегда подсчитывала БЖУ калории человеку и после опроса человека о том как он питается я высчитывала какое количество клетчатки у него в питании и заметила что практически у ста процентов людей идет недобор по клетчатке явный причем в разы не то чтобы там на какое-то количество грамм а в разы поэтому можно сделать вывод что клетчатку на сегодняшний день люди не рассматривают как как важный важный компонент своего питания хотя на самом деле это так и есть клетчатка очень важна и потому что надеюсь вы знаете ею питаются хорошая микрофлора здоровые бактерии в нашем кишечнике если мы себе не даем клетчатки достаточном количестве мы не можем рассчитывать на здоровый бактериальный фон в нашем кишечнике соответственно на здоровье рассчитывать не приходится следующий пункт это упрощение состава блюд современная кухня изобилует очень сложными блюдами очень сложными рецептами многокомпонентными многосоставными с огромным количеством всевозможных добавок соусов специй и мы стремимся делать блюда вкуснее но в погоне за стремлением получить вкусную пищу мы очень часто перегружаем свою пищеварительную систему в плане того чтобы разобраться а как вот это вот все что мы дали вот это все многослойное как это все расщепить до мельчайших атомов чтобы встроить в нашу структуру в наш организм чтобы все это переварить достойно усвоить и достойно вывести так что чем проще состав блюда чем оно проще чем оно ближе к моно тем более здоровым будет ваше питание следующий пункт это увеличение временного промежутка между приемами пищи и особенно между вечерним и утренним из-за того что мы очень часто кушаем не из чувства голода а из социальных каких-то побуждений ну типа все едят и я да я поем за компанию стало скучно стало грустно ну поем чтобы себя развеселить пошли в кино взяли там что-то да покушать в зале там попкорн или что-то другое шоколадку то есть мы везде всегда окружены пищей и очень часто эта пища попадает нам в рот не потому что мы голодны и здесь опять мы приходим к тому что если организм не испытывает голода а мы ему даем пищу то мы просто заставляем его работать на износ мы нагружаем пищеварительную систему а это опять не приводит к здоровью таким образом взять тенденцию на то чтобы все-таки увеличивать разрыв между приемом пищи и давать своей системе не только заниматься перевариванием пищи но еще и очищением от ее отходов это очень важно а вы должны знать что когда организм занят перевариванием пищи то очищение не происходит когда есть временной промежуток то есть пища поступила переварилась а вторая еще не поступила и наступает вот это окно да такого голодного периода то вот в этот период как раз организм занимается очищением поэтому чем больше давать себе возможности для очищения тем конечно же будет больше тенденции к здоровому состоянию а уж если говорить о временном интервале между вечерним и утренним то это вообще святое дело заметила я и замечаю все мои клиенты что чем раньше мы ставим последний прием пищи на ужин то есть чем более ранний ужин тем лучше мы себя чувствуем и ощущаем по утрам это и свежее дыхание это и свежий внешний вид это легкость это удовлетворение собой своим состоянием и все наоборот если поздно мы съедаем какую-то еду и тем более тяжелую еду то утром смотреть в зеркало ну просто печально на себя следующий пункт это уменьшение объема порций ну здесь тоже да работает тот же самый принцип что мы очень часто хотим что-то получить большее с едой не просто удовлетворить свой голод а получить нечто большее какое-то заедание эмоции или стресса да как принято говорить покушать про запас чтобы дольше не захотелось или покушать халявы потому что она бесплатная ну всякие разные бывают причины но очень часто мы переедаем мы перегружаем свой желудок а желудок это мышца и она растягивается и если мы ее регулярно растягиваем то она занимает очень большое место вместо того чтобы занимать маленькое место соответственно вы всегда испытываете тяжесть вам хочется есть все больше и больше потому что большой желудок требует много еды и это опять нездоровая тенденция ну и наконец последний седьмой пункт это периодические разгрузки от еды мы настолько привыкли всегда питаться и всегда думать о том чтобы у нас еда была всегда в достаточном количестве чтобы холодильники были полны шкафы полны полки полны чтобы всегда было что-то приготовлено и не дай бог нет еды и мы вдруг как бы остаться голодными это это всегда очень пугает людей то есть голод людей пугает но в принципе это как бы нормальная нормальная эмоция что боятся голода да мы боимся голода потому что мы в принципе без еды можем умереть да это все понимают и тем не менее в современном обществе люди научились худо-бедно зарабатывать деньги и на кусок хлеба у нас деньги всегда есть в общем-то практически у всех людей поэтому остаться без еды сегодня это практически невозможно потому что у нас круглосуточно работают супермаркеты у нас есть какое-то количество денег мы всегда можем пойти что-то купить что-то приготовить и скушать и вот в таком изобилии которое мы гастрономическое изобилие которое мы имеем на сегодняшний день нам очень важно иногда сделать паузу остановиться вздохнуть и сказать не пора ли мне немножечко разгрузиться эти разгрузки могут быть самыми разными это может быть просто переход на облегченное питание ну предположим убрав животный белок хотя бы на несколько дней убрав мучное убрав крахмалистую еду на несколько дней перейти на более легкое в виде растительной пищи и с упором больше на сырую растительную пищу в принципе это может позволить себе каждый человек если он не отягощен проблемами с желудочно-кишечным трактом если он не заработал себе уже какой-нибудь гастрит язву панкреатит или что-то в этом роде то есть если у него все более-менее спокойно то человек вполне может позволить себе разгрузку на более легком питании и как правило тело очень хорошо отзывается на такие разгрузки я уже не говорю о большем о том что периодически человек может вообще быть без еды и это голодание да это может быть голодание на воде или сухое или вот то что популяризирую я это условное голодание на жидком питании это по системе марва аганян это вообще очень легкое голодание его даже голоданием назвать нельзя поэтому его и называют условным голоданием то есть вот такие вообще отдых от еды временный пусть даже на несколько часов хотя бы там на полдня на один день да хотя бы 12 часов это очень важно это облегчает работу пищеварительной системы то есть по факту получается так что в погоне за здоровым питанием в погоне за полноценным питанием мы очень часто перегружаем свою пищеварительную систему мы ее насилуем если так уж да грубо говорить мы просто не даем себе продуху мы с утра и до вечера что-то употребляем и мы заставляем работать работать и работать и работать свою пищеварительную систему на износ почему мы так мало живем почему мы не живем сто сто пятьдесят двести лет а мы могли бы жить столько я абсолютно в этом убеждена я в этом уверена на сто и двести и триста и тысячу процентов что мы могли бы жить несколько сотен лет если бы мы не нагружали свою пищеварительную систему таким нещадным образом если бы мы не эксплуатировали ее бесконечной работой по перевариванию самой неудобоваримой пищи я очень много наговорила не знаю насколько у вас разложилось в голове по полочкам мое видение здорового питания но поскольку этот эфир будет в записи я думаю что если вы захотите его пересмотреть возможно вы услышите что-то что вы не услышали сейчас подводя итог тому что я сказала я хотела бы еще раз сказать о себе о том что четыре года назад когда я была всеядна и когда я не задумывалась вообще ни на ни на одну секунду о том что с питанием нужно быть очень аккуратным нужно очень вдумчивым нужно тщательно прямо под лупой рассматривать то что ты ешь и всегда думать о том что тебе принесет этот продукт то есть насколько он тебя загрязнит насколько он тебя очистит насколько он даст тебе какой-то конкретной пользы либо он не даст тебе вообще никакой пользы либо от него будет только вред то есть обо всем этом я не думала четыре года назад поэтому я получила массу проблем со здоровьем и я уже перечисляла в прежних эфирах что это были за проблемы но мне удалось их решить эти проблемы со здоровьем и с лишним весом и с отсутствием энергии именно благодаря переходу на здоровое питание на сегодняшний день мое питание состоит в основном из растительной пищи которые большая часть как я уже сказала 80 процентов это сырая растительная пища но также я употребляю и животный белок в некотором количестве немного но есть у меня и яйца и рыба и мясо я это ем и не собираюсь от этого отказываться потому что если употреблять его грамотно как я уже говорила то кроме пользы он ничего не принесет я очень уважаю жиры я уважаю растительные жиры и животные жиры и собственно это практически все из чего состоит мое питание свое питание я считаю очень здоровым но если бы я сейчас представила такую ситуацию что 4 года назад я вот эта пухлая тетя тетя больная тетя с 78 килограммами веса если бы я и взяла и резко перешла с того своего прошлого старого допотопного питания на то питание которое есть у меня на сегодняшний день то которое я вам описала сейчас то я думаю что у этой тети ничего бы не получилось я бы просто не смогла питаться таким образом и быть довольны своей жизнью я думаю что через пару тройку дней все бы закончилось и был бы возврат абсолютный к прошлому питанию традиционному поэтому все что я сделала за эти 4 года с собой это был постоянный прогресс постоянное отрабатывание разных мелочей я что-то убирала и смотрела на реакцию тела если тело не соглашалось с этим я возвращала это в некотором количестве я что-то добавляла и смотрела опять же на реакцию тела если мне это нравилось это заходило да я делала это на постоянной основе и так было с каждым продуктом на сегодняшний день я думаю что я уже практически сделала свое питание максимально идеальным для себя я не говорю что оно идеальное вообще в принципе нет идеального в принципе не существует как я уже сказала каждый человек выстраивает свой идеал но мой секрет здорового питания заключается в том что это всегда должна быть прогрессия то есть здоровое питание должно всегда развиваться в прогрессии и пусть это займет какое-то длительное время как в моем случае это заняло 4 года но это всегда был прогресс и я всегда замечала улучшения сначала это были одни улучшения потом другие потом третьи и так далее и так далее то есть у меня все время шел прогресс прогресс и я не могу сказать даже наверное не могу сказать и вспомнить такого дня когда бы я пожалела о том что я начала менять свое питание потому что это всегда были положительные результаты и поэтому я желаю вам те кто заинтересован в здоровье без лекарств я желаю вам чтобы вы обратили свое очень пристальное внимание на свое питание и поняли что это в общем-то база это база вашего здоровья от того насколько вам удастся его модернизировать усовершенствовать и подвести к наиболее идеальному от этого будет зависеть ваше состояние здоровья потому что еще раз обращаю ваше внимание все сводится к микрофлоре кишечника чем более здоровый бактериальный фон вы выращиваете в вашем кишечнике тем крепче будет ваше здоровье а ваш здоровый бактериальный фон конечно же зависит от того насколько будет чистая атмосфера в вашем кишечнике насколько там мало будет хаоса процессов брожения гниения и так далее все это абсолютно в ваших руках это в этом нет ничего чего-то такого невестижимого волшебного чудесного питание это то с чем может разобраться абсолютно каждый человек если нужна какая-то моя помощь я провожу консультации поэтому вы теперь знаете что я у вас есть вы всегда можете ко мне обращаться по вопросам питания надеюсь что я смогу вам помочь сделать ваше питание по-настоящему здоровым если у вас есть какие-то вопросы я готова на них ответить у нас еще есть минут двенадцать хотя я заметила что тут наверное больше было не вопросов а скорее у вас идет просто переписка между собой но это тоже хорошо и надеюсь что вы извлекли массу интересного из этой переписки все же я маленько полистаю может быть увижу какие-то вопросы ну пока я вижу что мне пишет Александра что она получает заряд от общения со мной это классно здорово это очень важно я очень рада что это так у нас холодильник почти пустой нет колбасы нет молока нет сыра покупаем когда приходят гости но в период пандемии сейчас почти никто не ходит в гости я очень рада за ваш холодильник у вас очень хороший правильный холодильник если он будет по большей части забит овощами и фруктами это будет вообще классно когда начала ужинать в 17 часов сплю всю ночь посыпаюсь просыпаюсь в 5 утра настроение класс энергии куча да я подтверждаю полностью вот у меня сейчас питание перестроилось таким образом что я вообще у меня один один прием пищи только вареный он где-то в 15-16 часов и это последний прием пищи в моем дне то есть все что я ем до 16 часов это сырая растительная пища это фрукты овощи жиры ну жиры не относятся к своей растительной пище но если мы едим салат заправленный маслом это уже да салат с жирами а в 16 часов у меня такой обед тире ужин и это какая-то вареная пища может быть это может быть там животный белок и если у меня после 16 часов уже больше нет никакой пищи мой желудочно-кишечный тракт довольно спокойно входит в ночь уже почти завершившим свою работу и на утро действительно я подтверждаю слова Нины действительно очень бодрое состояние ты можешь спокойно встать в 5 и даже в 4 утра практически сразу идет позыв на кишечника на освобождение ты идешь в туалет делаешь свои дела настроение отличное энергии куча да супер и если еще и завтрак в 11-12 получается очень хорошее длинное окно Нина я очень рада за вас у вас очень здоровая тенденция в питании классно доедаем после детей да мамочки которые имеют детишек готовят им очень часто грешат доеданием после детей ну тут не знаю тут наверное надо просто думать о том что дороже не оставить отходов либо все-таки подумать о своем пищеварительном тракте ну тут вопрос по моему последнему приему пищи я уже ответила это примерно 15-16 часов после 15 я могу просто попить чай с медом вот а есть я больше уже не ем эфир я обязательно сохраню конечно же это обязательно как всегда я стараюсь сыроедить, но не могу отказаться от гречки и не надо от нее отказываться вот знаете что я вообще против фанатизма я тоже стараюсь сыроедить, но если я хочу вареной гречки я просто возьму сварю ее и съем просто потому что знаете наше тело оно очень мудрое оно очень как бы сказать оно очень способно говорить о своих естественных потребностях то есть если вы хотите гречки то в принципе это нормальное здоровое желание я считаю что нет смысла от нее отказываться значит этого просит ваш организм значит дайте ему это от того что вы будете ссоредить на 100% или на 80% в принципе мир не перевернется и ваша жизнь не изменится в худшую сторону и вы никого не предадите никакие свои принципы и убеждения но вы сделаете хорошо и приятно своему телу вы получите то питание которое оно просит и и собственно и все и это хорошо это нормально если вы будете идти наперекор с желанием своего тела и не давать ему то что оно просит то тело может вам однажды отомстить и это называет это это отмщение называется срыв очень часто люди срываются на какие-то непотребные вещи если они долго отказывают телу в том в чем оно нуждалось и чего оно просило так что варите себе гречку не отказывайтесь и положите в нее сливочного масла это очень хорошо что надо есть чтобы быстрее сросся перелом очень актуальный для меня вопрос потому что этим летом я сломала правую руку лучезапясным и полтора месяца была в гипсе вот сейчас нахожусь в стадии ее разработки ну считается что нужен кальций но я бы не стала как я уже сказала упирать на молочку лучше упирать на кунжутное молоко так ну я вопросов больше я вроде бы не вижу наше время уже подходит к концу ребята очень рада что вы сегодня собрались на мой эфир послушать мое видение здорового питания буду рада если что-то показалось вам полезным пишите мне в директ если у вас есть какие-то вопросы буду рада ответить и на сегодня я завершаю наш эфир благодарю всех за присутствие и за внимание всего хорошего